Только за последние несколько дней в Херсонской области украинские операторы мобильной связи восстановили работу пяти базовых станций. Четыре расположены в Херсоне, одна в Чернобаевке. Теперь в регионе стабильную мобильную связь обеспечивают более полусотни базовых станций и две передвижные. А сами херсонцы массово восстанавливают свои сим-карты. «Моя карта сгорела в моём доме. У нас вбила ракета, и дом погорел весь, четырёхэтажный. 65 с квартир. Ну вот, у нас телефонов нет, карт нет. Ну вот, это уже другой телефон. Поэтому я пришла взять бесплатно карту». В деоккупированном Херсоне уже возобновили работу шесть отделений Укрпочты. Центральное отделение оборудовано электрогенератором и терминалом «Старлинк» для бесперебойной и автоматизированной работы, сообщили в Министерстве реинтеграции. Подготовили к запуску и сортировочный центр. Благодаря этому с понедельника херсонцы смогут отправлять и получать посылки. Делаем всё возможное, чтобы город как можно скорее вернулся к нормальной жизни. Открываем отделение Госбанка в Укрпочты, восстанавливаем критическую инфраструктуру. Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и сообщения в телеграм-канале ведомства. В Херсоне постепенно возобновляет работу бизнес. Первые автозаправочные станции украинских операторов уже обслуживают клиентов. В скором времени бензина будет достаточно, обещают на АЗС. «Сейчас отпускаем по 40 литров. Очередь, конечно, большая. Почти 200 машин точно. Мы радуемся, что тут наши. О, вот это мы радуемся. А топливо-то такое. Переживём». В Херсон уже начал курсировать пассажирский поезд из Киева. Он доставил не только пассажиров, но и первые посылки, продукты питания, гуманитарную помощь. В городе уже открылись первые продуктовые магазины украинских сетей. «Открыли первый магазин. Через четыре дня будет ещё два магазина по городу». Гуманитарную помощь Херсону передают из всех регионов Украины, чтобы люди, которые более восьми месяцев были в оккупации, могли получить всё необходимое – тёплые вещи, продукты и медикаменты. Две больницы оборудовали электрогенераторами, чтобы можно было оказывать неотложную помощь. «Сейчас даже базовые бытовые удобства – это повышает настроение на 200 или 300 процентов». На освобождённых территориях Херсонской области постепенно возобновляет работу государственная миграционная служба. Уже в трёх её секторах можно восстановить документы. «Обратно восстанавливаются социальные услуги государства, то есть это выплаты денег и так далее. Кроме того, в Херсоне как пилотный проект реализуется большая концепция под названием «пункты незламности», то есть там, когда будет достаточно тяжело, ну, например, не везде будет восстановлен свет, отопление и так далее. Будут созданы места, где можно будет прийти, в тепле находиться, получить продукты питания, получить какие-то другие услуги, получить доступ к услугам связи и так далее. То есть, конечно же, государство Украина, в отличие от государства под дивным названием Российской Федерации, старается максимально выполнить функции государства и обеспечить людей надлежащим объёмом услуг». В самом Херсоне в соседних деоккупированных населённых пунктах постепенно восстанавливают электроснабжение. Уже отремонтировали газораспределительные станции в Белозёрке и Станиславе. Благодаря этому газ вернули 13 сёла и Белозёрской больницы. Украина делает всё возможное, чтобы максимально быстро восстановить Херсонскую область и вернуть людям нормальную жизнь.